Добрый вечер, это программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Сегодняшний разговор пойдет о евроинтеграции. Тема, о которой мы говорили на протяжении трех с небольшим лет. Тем не менее, тема продолжает оставаться актуальной. Тем более, что сегодня в эти дни в Харькове и в Чугуеве, если я не ошибаюсь, работает представительство ЕС. С какой миссией они в нашем городе находятся и что думают о состоянии дел в вопросах евроинтеграции. Об этом поговорим сегодня с гостями, которых я с большим удовольствием представляю. Юргис Савелчинска, руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС. Здравствуйте, Юргис. Добрый вечер. Юргис Савелчинска, руководитель отдела прессы и информации. Где-то не на передовых позициях, где-то она не раскрыта на том уровне, на котором возможно требуется ситуация, чтобы это было просто и понятно всем. Что это, зачем это и так далее. То есть огромное количество людей по-прежнему находится где-то в плену стереотипов, в плену пропагандистских штампов ОЕС. А та часть, которая интересовалась, честно говоря, не знаю. Где-то возможно даже какое-то разочарование чувствуется в отношении того, что происходит. Хотелось бы вашу точку зрения услышать, как специалистов, которые, собственно говоря, эту информационную политику в нашей стране и в Харькове проводят. Юргис. Ну, я думаю, что есть несколько причин, почему, может, не все общества знают так хорошо о украинском и европейском векторе. Одна из причин, это, конечно, что медиа самой очень трудно объяснить эту тему. Может, не хватает истории успеха, например, украинского бизнеса на европейских рынках. А может, пока не все знают, насколько много есть европейских программ, которые существуют в Украине, которые открыты для всех. Так что, ну, опять же, я не согласился, что есть какой-то голод этой темы, потому что все-таки национальные СМИ много об этом пишут. Власти, я думаю, тоже говорят про этих европейских реформах. Просто в регионах, в областях или на местном уровне эти темы все-таки, ну, они редко поднимаются, поднимаются. И здесь, конечно, мы, как представительство Европейского Союза, наши партнеры, журналисты должны быть немножко более активны. Ну, тема, в общем-то, непростая, довольно сложная. Если на центральном уровне как-то об этом говорить, ну, относительно легко, и материалов хватает, на местном уровне, действительно, это не так просто. Виктория. Ну, вы знаете, я не совсем соглашусь с вами насчет того, что мы говорим только три года активно о Европейском Союзе. Я, честно говоря, не знаю, сколько уже лет, но мы говорим, допустим, о безвизовом режиме. Мы говорим очень много о евроинтеграции, о соглашении об ассоциации и так далее. И это не три года, к сожалению, это не три года, потому что если бы говорилось активно три года, то, наверное, уже был бы и безвизовый режим, и уже активно бы работали все те инструменты, которые предлагает Европейский Союз. Что касается информационного голода или вакуума, я не думаю, что ситуация настолько тяжелая, серьезная и так далее. Ну, по крайней мере, все знают, что такое ЕС. Это уже хорошо. Это уже прогресс. Это большой прогресс. По крайней мере, слышали об этом. Все узнают флаг, все знают, что ЕС нам что-то обещал, чего-то не обещал, что мы находимся в каких-то отношениях с Европейским Союзом. Действительно, чего не хватает, на наш взгляд, и с чем мы активно пытаемся помочь, это с региональным пониманием, пониманием в регионах обычных людей. И даже в Киеве, это не зависит от центра или регион, потому что ЕС, собственно, как и власть в Киеве, это где-то далеко. Потому что люди не чувствуют присутствия, наверное, и, может быть, не видят, насколько близко и насколько все это возможно. То есть, если мы говорим о европейских ценностях, о европейских стандартах, то это что у нас? Евроремонт? Евромагазин? Или что это такое? Что понятно для обычного человека? Мы в этом году, ну, собственно, уже несколько лет подряд, в этом году более активно пытаемся поговорить и предложить средства массовой информации региональным, скажем так, контент для передачи его людям. То есть, ну, понятное дело, что мы не можем приехать в каждый регион и в каждую область и в каждую, в каждое село и рассказать лично, но действительно в каждом регионе, в каждом городе есть, практически в каждом городе есть и успешные истории, и есть люди, которые или учились в Европейском Союзе и вернулись, люди, которые передают опыт, наши, украинцы, которые достаточно активно являются сами послами, евроинтеграторами, то есть нет никакой необходимости звать кого-то большого и так далее, потому что человек приехал и уехал. Поэтому вот эта вот составляющая местная, насколько, что мы можем сделать вместе с ЕС? Ждать, что ЕС прилетит в голубом, опять же, со звездами вертолетом и всем раздаст какое-то счастье, такого тоже не будет. То есть должно быть понимание и на местном уровне, что что-то должны люди делать для этой евроинтеграции, за которую действительно три года люди выходили и стояли, три года назад, я имею в виду, выходили и стояли на площадях и так далее. То есть для этого теперь нужно что-то делать. Вы упомянули вопрос разочарования, могу тоже связать это с освещением в средствах массовой информации. Немножко упал, наверное, интерес, потому что очень долго муссировалась тема, что нам Европейский Союз чего-то не додал или чего-то пообещал или не сделал. Если смотреть объективно и реалистично, то Юргис, наверное, продолжит эту тему и расскажет в более политическом контексте, то никогда Европейский Союз не оказывал такой большой помощи и такой большой поддержки Украине, как в это время. И об этом тоже нужно говорить и говорить и на центральном уровне. Вы сейчас поднимаете вопрос в СМИ, то есть и в центральных СМИ, и в региональных, и, наверное, даже совсем в маленьких районах и так далее. Вопрос в том, как иметь доступ к этому. Вот здесь вот уже это другой вопрос, это вопрос, который мы пытаемся объяснить. Вот, кстати, очень интересная тема, которую вы затронули, очень характерная такая иллюстрация для процессов, которая связана с освещением евроинтеграции, это такая вот мутация темы, потому что три года назад действительно пытались разобраться в том, в большом пакете информации, который был связан с Евроассоциацией, да, вот что там дает, что законодательная какая-то часть, хозяйственная, экономическая и так далее. А сейчас, вот опять же свое мнение выскажу, но тем не менее, мне кажется, что вообще все уперлось как-то, 90% информации крутится вокруг вопроса безвизового режима, которого вообще не было три года назад, никто об этом так вот серьезно не говорит. Вот что происходит непонятно, и вот это как-то тренд создается вот самостоятельно местными журналистами или кто-то манипулирует, в конце концов? Да, я бы сказал, конечно, не можно как бы свести Европу, Европейский Союз на безвизовый режим и на те гранты или то финансирование, которое Европейский Союз сейчас дает Украине. Да, мы каждый год инвестируем около 250 миллионов евро в украинские реформы. Да, безвизовый режим, это мы уже летом будет, и те украинцы, у которых есть биометрические паспорта, могут пользоваться его возможностями, но все-таки Европа, европейский вектор, это о модернизации страны все-таки, это о проведении масштабных системных реформ, и это самое главное, это возможности, которые откроются все-таки украинскому бизнесу, выйти на европейский рынок. Потому что у нас очень есть амбициозный договор, ухода про ассоциацию, если его реализировать на 100%, ваш бизнес будет иметь качественно другие условия выйти на эти рынки, и, конечно, страна будет расти экономически. А что касается бизнеса, вы находитесь в самой, по крайней мере, географически отдаленной от ЕС области нашей страны, и понятно, что, наверное, какой-то малый бизнес, средний бизнес, проще с Европой вести из приграничных западных областей, мы находимся с границей, нам не повезло с соседом немножко, да, вот вы чувствуете, что здесь какая-то другая атмосфера, какое-то другое восприятие, не знаю, возможно, более критическое восприятие вообще к идее ЕС как таковой. Множество бизнеса было завернуто, собственно говоря, и сориентировано на Россию, сейчас это все порвалось, если не до конца, то, во всяком случае, довольно болезненный процесс. Вы чувствуете, вы понимаете специфику именно нашего региона? Я думаю, что ситуация, в принципе, в Харькове или там Винница, она очень похожая, потому что украинский бизнес для себя открывает европейский рынок. Для этого нужно найти партнеров, для этого нужно найти ниши для своих продуктов, для этого нужна некоторая модернизация и вкладывание в качество продукта, но если это будет сделано, опять же, потенциал огромный, потому что мы говорим о большом рынке, 500 миллионов потребителей, они очень недалеко, Харьков до европейской границы, ну это тысячи километров, это же не Китай, не Бангладеш, да, так что здесь у вас в Украине есть очень много талантливых людей, очень мощная пока еще индустриальная база, так что реально нужно как много сильнее поддерживать средне-маленький бизнес, который мог бы развивать свои экспортные возможности на европейские рынки. Понимаете, я буквально одно слово, переориентация в данном случае это все-таки не географическое понятие, то есть независимо от того, как далеко вы от одной или другой границы, переориентация бизнеса, это вот о чем Юрг чуть раньше говорил, это совершенно другие подходы, другие стандарты к качеству продукции, услуг и так далее. И по большому счету, ну я не знаю, мне кажется, что очень активно все-таки работают вот области и Харьковская, и Донецкая область, Одесса, то есть бизнес работает очень активно сейчас, начинает об этом задумываться. Вопрос даже не столько в экспортном потоке, что тоже очень важно, но и в том бизнесе, который остается внутри страны, то есть о тех стандартах, качестве и так далее, которые вынужден будет бизнес это переделать. Да, процесс наверняка болезненный, через него прошли все, и в свое время мы вот снимали целый ряд документальных фильмов о странах, которые готовились стать странами-членами, в том числе вот страны, из которой Юргес, из Литвы, венгерский бизнес и так далее, и все к этому, все равно все к этому шли, то есть нужно было налаживать эти контакты, перед вступлением были другие совершенно требования к бизнесу. Люди через это прошли, я не думаю, что Украина, в общем-то, настолько отличается от европейских других стран, и восточноевропейских, и центральноевропейских стран, что мы не сможем этого сделать. Я знаю огромное количество проектов, которые и представительства ЕС, и другие европейские структуры, и организации общественные, которые сотрудничают с ЕС, проводят по этой теме и в Украине, и в Харьковской области в том числе, мне кажется, все-таки большинство из них направлено на общественные организации, на средства массовой информации, на молодежь и так далее. А вот, собственно, бизнес, ему это интересно, но они столкнулись с суровой необходимостью. Вы предлагаете какую-то информационную прочую поддержку. Они откликаются на ваши предложения? Есть такой интерес? Огромный. Есть огромный интерес, и даже есть уже специальные программы, которые ориентованы на средне-маленький бизнес. Например, сейчас запускается программа EU для бизнеса, есть для бизнеса, EU for business английский. Будет в Харькове тоже офис этой программы. И, в принципе, там средне-маленький бизнесмен, он сможет получить консультацию, конкретную консультацию по ему вопросам, как выйти на европейский рынок, как маркетингировать свой продукт в этом рынке, как найти партнеров и тоже даже как получить кредит дешевле. Потому что сегодня не только бюрократия мешает развиваться украинскому бизнесу, мешает развиваться ему то, что нету очень дорогой кредитный ресурс для него. И здесь Европейский Союз тоже со своими программами готов помочь. Так что здесь просто нужно такими возможностями использоваться, и я думаю, что харьковский бизнес точно не останется здесь последним. И я бы сказал, что есть и очень хорошая история успеха в Харьковской области. Например, есть у вас несколько друкарней, которые уже везет 15-20% своей всей продукции в европейские рынки. Это книги, это разные публикации, это товар, который имеет большую дополнительную ценность. Так что это не зерно, не металл, это уже интеллектуальная даже, я бы сказал, продукция. И то, что общественные организации вовлечены в распространение информации, да, возможно, их просто больше видно, но бизнес нас... Вот сегодня мы были на всех встречах, постоянно спрашивают, где, когда, где будет этот центр по EU for business, EU для бизнеса, когда он начнет работать. Мы готовы, мы хотим, у нас есть куча идей, мы хотим выходить и так далее. Просто одна маленькая ремарка, что вот в рамках нашего визита мы будем встречаться и в Харькове, и в Чугуеве с местным бизнесом, то есть большие бизнес-семинары, собрания. Если кто-то смотрит сегодня из бизнес-мена у нас в эфире, мы приглашаем завтра в 5 часов. У нас будет большое мероприятие, большое собрание специально для бизнеса. Мы будем рассказывать и истории успеха, и какие есть условия и возможности сотрудничества с ЕС, в рамках каких программ, проектов и так далее. Поэтому, пожалуйста, есть ли еще кто-то, не знаю, бизнес-мена. Да, хотелось бы спросить еще о том, что есть третья сторона, это сторона власти. От нее, конечно, многое будет зависеть в дальнейшем развитии нашего стремления бизнеса выйти на европейский рынок. Я знаю, что по Харьковской области, не скажу, что, хотя достаточно уникальность для Украины, есть опыт лоббирования собственного бизнеса уже в странах есть. Работает, скажем, Машингтонский офис в этом году открывается. И уже, насколько я знаю, даже работают офисы в Европе. Вот есть ли какая-то оценка, собственно, представителей ЕС вот такого рода инициатива еще? Будут ли принимать участие в ваших встречах представители власти? Да, абсолютно. Представители власти принимают участие в таких встречах, потому что они тоже заинтересованы все-таки развивать экономику своего региона. Но, опять же, если мы говорим о будущем украинского экспорта в Европейский Союз, здесь сейчас, конечно, лоббизм своих производителей или своих продуктов – это пока еще не самое главное. Самое главное – это все-таки как бы найти партнеров, найти нишевые сектора, где украинская продукция была бы конкурентоспособной. И потому что доставка этих продуктов до Европы, она все-таки дешевая, практически в центре Европы. И здесь, я думаю, что если будет качество, если будет хороший маркетинг продукта, не будет проблем его продать. Что касается лоббирования, скажем так, или бизнеса, или определенных структур, которые работали, в частности, в интеллектуальном плане, допустим, уже давно, задолго до ассоциации, многие вышли на рынки Европейского Союза. В частности, большой потенциал был, допустим, в Днепропетровске. Конструкторское бюро «Южмаш» в Брюсселе открыло свое представительство, мне даже страшно сказать, сколько лет, 20, наверное, назад, по крайней мере. То есть понятно, что есть продукты, которые однозначно заинтересуют Европейский Союз. Другие продукты нужно доводить до качественно другого уровня. Но в любом случае это должен делать бизнес. И здесь, конечно, многие нас тоже спрашивают, почему вы нам не организуете визит, или не найдете партнеров, или еще что-то в практическом ключе. Возьмите группу фермеров, отвезите в Польшу, сделайте нам связи и так далее. Мне кажется, что все равно это задача самого бизнеса тоже думать в этом направлении. И вот эти центры консультативные, которые будут создаваться, они помогут немножечко посмотреть в другую сторону, что нужно ездить, нужно участвовать в выставках, нужно принимать участие в разных мероприятиях, нужно создавать свои веб-страницы, нужно себя продвигать, самого себя, свой бизнес. И это первостепенная задача. Потому что мы встречаемся часто с торгово-промышленными палатами, с бизнес-ассоциациями, малого-среднего бизнеса. Очень большая проблема для них – это все-таки маркетинговые какие-то продвижения, маркетинговые продвижения товаров. То есть маркетинговые стратегии, пока еще мало об этом. То есть не хватает понимания, да, и опыта такого, который есть. Не хватает, наверное, каких-то пониманий того, что в это тоже нужно вкладываться. Ну, в образование, в принципе-то, да, это, собственно, с чего в итоге это все и начинается. Я хотел еще об одном моменте поговорить, который, на мой взгляд, необычный в рамках нынешнего вашего визита в нашу область. Ведь впервые, на моей памяти, так вот серьезно вы собираетесь говорить о культуре. Да мало того, что о культуре, еще в таком интересном аспекте. Я вот даже процитирую, да, примерно, как извлекать из культуры прибыль. Вот это совершенно удивительная вещь. О чем будете говорить и кому вы это будете говорить? Всем. Потому что, на самом деле, мы в конечном итоге культура, всегда мы говорили о национальной культуре, да, то есть о сохранении национальных культур и в Европейском Союзе, и очень активно этот вопрос сейчас стоит для Украины. Вот это вот разнообразие, единство в разнообразии, unity and diversity, всегда продвигался этот лозунг и так далее. Что конкретно под этим подразумевается? Что такое культура и какие вот составляющие, скажем так, есть в этом аспекте? Это не только танцы, песни и большое историческое какое-то литературное, допустим, наследие, да? Культура развивается, культура меняется, появляется то, вот о чем мы будем говорить в частности, появляются новые возможности, развиваются культурные индустрии. И вот об этом, обо всем мы будем говорить. Тем более, что сейчас у нас появляется большая возможность в Украине. Украина присоединилась к программе «Креативная Европа». И именно в этом ключе мы будем разговаривать с представителями культурных институций, музеев, церкви, фестивалей, конкурсы, концерты, аудиовизуальные возможности, медиапродукции и так далее. То есть это все части культуры. Есть отдельно креативная, скажем так, Европа, это культура, и есть аудиовизуальный компонент. Не все компоненты сейчас уже можно использовать, но, по крайней мере, что нужно делать, это находить партнера в Европейском Союзе, подниматься на качественно новый уровень. Все очень часто нас просят помочь в продвижении украинской культуры в Европейском Союзе. Ну, Европейский Союз с удовольствием поможет, но, наверное, все-таки это задача Украины, продвигать украинскую культуру в Европейский Союз. Да, но мы не знаем, как это делать. Те программы, которые мы говорим, почему мы приехали, почему мы говорим вот об этом сейчас, потому что такие возможности есть. Это программы партнерства, возможности партнерства между разными, как я уже сказала, культурными, медийными, аудиовизуальными структурами, институциями Европейского Союза и Украины. Юргиз упомянул, например, большой потенциал в Харькове, это издательское дело, да, это полиграфическое, очень традиционно развитое и так далее. Есть большой компонент, например, в этой программе именно для издателей, это возможность переводческих обменов, переводческого проекта, перевести литературу с европейских, между европейскими языками и Украиной. То есть вот обмен такой, это большой компонент, очень часто мы просто упираемся в момент, вот то, что мы не можем читать фенгерскую литературу на украинском языке или еще что-то. Это очень важно. Мы украинскую не всегда можем читать на украинской языке, если на то пошло. Да, вот односторонний как-то перевод пока еще не поддерживается. Это, конечно, шутка, мы надеемся, что этого никогда в Украине не понадобится, но эти возможности есть, сейчас нужно их донести до тех деятелей культуры, до институций культурных, до институций креативных индустрий, для того, чтобы они им воспользовались. Сейчас уникальный шанс, программа только начинается. Поэтому те, кто сейчас найдет партнеров и быстренько зарегистрируется, подаст заявки и так далее, будет действительно иметь очень большую возможность и очень большой потенциал. Но это касается в большей степени не государственных культурных объединений? Коммунальные тоже входят сюда. Потому что вот те, которые коммунальные и государственные, вот там совершенно какой-то заповедник, еще не знаю, времен застоя, я понимаю, что там и отсутствие финансирования, там хорошие люди работают и так далее, но они, опять же, не знают даже, как к этому подступиться, у них очень мало возможностей, они смогут работать в такой. Мы сегодня даже говорили вот с представителями власти, областной администрации и с городскими властями, представителями, через все общественные организации. Да, есть компонент для коммунальных институций, для коммунальных структур, библиотек, музеев, как я уже сказала, каких-то зарегистрированных фестивалей. Единственное, к сожалению, эта программа не открыта для индивидуальных творцов, скажем так, креативщиков, но это можно сделать несколько организаций, могут подключиться и в принципе вступать в ряды творческих союзов, как говорили раньше. У меня последний вопрос, ваше позволение, около полутора минут остается. Я сегодня так получилось, что часто делился своим личным мнением, хотелось бы, наверное, вас тоже попросить, если это, конечно, возможно, высказать свое мнение. Все-таки прошло три года с момента, когда Украина совершила, возможно, один из самых больших исторических поворотов, геополитических изменений, да, по крайней мере, за свою новейшую историю. И вот на ваш взгляд, этот поворот, это уже совершенный процесс, это то, что, скажем, точка невозврата уже пройдена, не будет ли какого-то, не знаю, попытки реванша и так далее, потому что то, о чем мы говорим, ну, пока что, возможно, касается и интересно, и поддерживает пока что не большинство, по крайней мере, по Харькову и Харьковской области. По Украине в целом, случился ли этот поворот, Юргис? Ну, я думаю, я, конечно, только два года в Украине, но что я вижу и что я чувствую, я думаю, что этот все-таки поворот невозвратный, и этот поворот случился даже не в улице, даже в головах, я бы сказал, людей. И европейский вектор — это не Европейский Союз, это, в принципе, человеческие права, это совсем другой подход и к закону, и к бизнесу, и к учебе. Так что я думаю, что просто сейчас, ну, нету какой-то реальной другой серьезной альтернативы, потому что мы все все-таки часть европейской цивилизации. Все украинские соседи сделали тот же самый выбор просто 25 лет назад. Так что я думаю, что Украина как бы и должна, и имеет историческую миссию все-таки возвращаться в эту европейскую семью. Даже если не идет речь об официальном вступлении в ЕС, да, то есть мы говорим сейчас о векторе ценностях. Виктория, буквально пару слов. Пару слов. Это о том, что, наверное, самой главной ценностью всегда для любого общества является возможность самоопределения и выбора вектора своего развития. Долго говорили о мультивекторности в развитии в международном Украине и так далее. Мне кажется, что украинцы все в этой стране сделали свой выбор. Ну, в любом случае, да, трудно спорить вот с теми ценностями, которые говорил Юргес. Я думаю, что даже те, кто называет себя евроскептиками, они наверняка не станут отрицать, что есть вещи, которые, безусловно, да, вот в некой иерархии наиболее важны. А если подумают, то это, в общем-то, вещи, которые как раз относятся к европейской цивилизации, к тому, что входят в понятие европейские ценности на данный момент. Спасибо вам большое за то, что сегодня в Харькове, за то, что сегодня были в нашей студии. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. На этом, увы, все. До свидания, до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»